Великая Отечественная война жестоко и кровопролитно прокатилась по всей белорусской земле, оставив после себя след, который не сотрется, пожалуй, никогда. Эхо войны повсюду и во всем, оно у нас под ногами. Стволы некоторых деревьев все еще изувечены пулями и осколками снарядов, а на земле кое-где все еще видны линии траншей и окопов. Брест – первый из городов, героически отразивший удар противника – город, в котором и по сей день находят свидетельства далеких лет. Территория одной только Брестской крепости хранит в себе много. Останки погибших людей, снаряды, гранаты, осколки – она хранит большую память. Совсем недавно на гарнизонном кладбище проходило торжественное перезахоронение останков двух бойцов, погибших самоотверженно защищая наше Отечество. Их останки были найдены на территории Кобринского укрепления Брестской крепости и вблизи границы в районе деревни Козловича. В Бресте следы войны все еще везде и всюду. Не так давно работники Яслисада номер 29 во время работ по благоустройству территорий совершенно случайно обнаружили каску, предположительно, времен войны. В наше дошкольное учреждение была привезена земля с приграничной территории. И когда мы начали работы по оформлению клумб, в этой земле мы нашли каску, как нам показалось, времен Великой Отечественной войны. Эта находка сподвигла нас на оформление клумбы, посвященной трагической дате, 80-летию начала войны. Над идеей оформления клумбы работали сотрудники и воспитанники Яслисада. Не остались безучастными и родители. Придумывали ей название тоже все вместе. Сегодня оно двойное. Этот день забыть нельзя или памятный салют. Дети специальной группы тоже участвовали в развозе земли, оформлении клумбы. И когда нашли вот этот предмет, эту каску, они все с интересом отнеслись к этому предмету. Им было интересно, чья же эта каска. Это советских солдат или, возможно, это вражеская каска. Этот интерес не пропадает. И время уже после 22 июня прошли, когда у нас оформлена была эта клумба. Тем не менее, интерес детей все время поддерживается. И они сочиняют разные истории. Поэтому я надеюсь, что вот эта находка, вот эта работа, которая ведется с детьми в поддержании интереса к памяти, поможет, наверное, продолжаться истории. И памятные даты отложатся у подрастающего поколения в будущем. И будут не только мы будем помнить, но и наши потомки тоже будут помнить.